Добрый вечер дорогие телезрители, понедельник 19.15 в эфире республиканского телевидения программа «Один из нас», которую веду я, журналист Дмитрий Аргунов. Буквально через неделю мы отмечаем день российского кино. Дело в том, что та модель кинофикации, которая успешно внедряется в наши республики, модель признана удачной на уровне России и хотя бы в чем-то мы впереди планеты всей получается. Ну, по крайней мере, впереди других российских регионов. Об этом и не только о перспективах развития якутского кино мы поговорим сегодня в программе «Один из нас». Ну, и круг сегодня абсолютно все свои, и давайте не придерживаться никаких канонов, там можно перебивать, можно переходить на определенные личности и так далее. Ну, давайте оттолкнемся от того, что выступил Петр Александрович, уважаемый Чаряев, руководитель республиканской киносети, на недавно состоявшейся дискуссионной площадке с участием временно исполняющей обязанности главы республики Есени Николаева, где обсуждались направления развития культуры, как культуре республики отвечать на те вызовы времени, которые выставляет сейчас время, 21 век все-таки. И было такое довольно эмоциональное выступление, Петр, в котором были затронуты три направления. Это, прежде всего, развитие киносети, это фестивальное направление и это производство. Вот представители, скажем так, всех трех направлений мы сегодня созвали в нашей студии. Не хочу говорить, но руководит всем вот этим процессом, этим управляемым хаосом, как сказать еще? Ну, в общем, этим процессом руководит Министерство нашей, конечно, культуры и духовного развития. Владислав Левочко представляет. И, Ирина, все-таки я хотел бы оттолкнуться, все-таки у меня Фейсбук периодически напоминает, три года тому назад ты был на красной дорожке. Как раз в эти даты практически. Да, кинофестиваль. Получилось так, что нынче, из-за объективных вполне причин, Республика не может так широко, с таким, можно сказать, международным размахом, встретить деятелей кино у себя здесь, в Республике. Ну, давайте мы поговорим, может, в другую степь повернется, вот это фестивальное движение, может, немножко какой-то другой вектор придадут. Ваше видение вот этого процесса каково? Ну, в этом году Якутский международный кинофестиваль не состоится, как вы сказали, да, в связи с чрезвычайной ситуацией в Республике. Ряд мероприятий был сокращен, в том числе, вот, Якутский международный кинофестиваль. Но он переносится на следующий год. Мы планируем его сдвинуть на март месяц. Все-таки Якутия, это зима, морозы, но март не совсем, не такой холодный месяц, но все же еще лежит снег, и можно намного больше показать участникам, гостям кинофестиваля. И вот эту вот теплоту, которая укрыта под снегами, и все вот эти поэтические образы, которые мы обсуждали, да? А вообще правильно ли, когда Эдуард Новиков выигрывает Московский международный кинофестиваль, отменять? Вот Петр был немножко иного мнения. Говорил, что это неправильно, что на самом деле кинематографисты со всего мира приехали бы посмотреть, что это за птица, садь птицы. Ну, я тоже считаю, что не совсем правильно. Ну, так получилось, как получилось. А ужаться и в более камерном варианте вы не пробовали отстоять? Вот получается, что ужаться очень сложно, потому что все-таки это конкурс, это два направления, игровое, документальное кино. Ну, вообще, наш фестиваль, он наименее затратный из всех подобных кинофестивалей, которые проводятся в других регионах. В соседних регионах, тоже на Сахалине, допустим, проводятся международные кинофестивали, там бюджеты в разы больше. Там от 27 миллионов рублей. Ну, Сахалина, это морепродукты, это нефть, это шел. Ну, понятно, там не производится своих фильмов, у нас фильмы производятся, поэтому хочется, чтобы и, соответственно, вот такого рода мероприятия проводилось тоже на высоком уровне. Да, потому что все-таки мы ведущие регионы. Если его проводить, то его нужно проводить качественно, чтобы он не снижал свою планку, чтобы это было достойно, чтобы была польза реальная. И кинофестиваль – это же средство продвижения нашего кино, в том числе и в мировом киносообществе. Да, это вообще кинофестиваль, он и как туристический, можно сказать, объект или как, потому что вот если взять туристическое событие, взять крупные кинофестивали, многие приезжают вот именно, чтобы посмотреть кино хорошее, новинки, которые ты не увидишь в простом прокате. То есть, и, в принципе, там очень много всего связано вообще в проведении кинофестиваля, направлений. То есть, это… И людей привлекается, и это же и реклама, и все-все-все-все, и промышленности. А там модель проведения кинофестиваля и так далее, она только такова, что только государственные деньги. А нет возможности там, скажем так… Конечно, нет. Мы ежегодно всегда пытаемся привлечь… И нам помогают спонсоры, есть партнеры в фестивале, которые ежегодно помогают. Есть постоянные наши, которые не совсем это финансы, бывают это какие-то там услуги и так далее, да. Но у нас, получается, еще при поддержке Минкультуры РФ проводится, да, то есть, они тоже немного денег выделяют, и как-то мы так привлекаем. Но хотелось бы, чтобы на нас обратили внимание какие-то крупные компании. Потому что у всех, я уверена, что есть какие-то социальные направления по поддержке культуры. И, так правило, бывает, допустим, Дух Огняки на фестивале, да, он курируется крупной недропользовательской компанией, которая добывает, ну, вот, недра, да, и, соответственно, она, ну, вот, помогает не только финансово, а организационно помогает, это большой ресурс. Угу. Это в каком регионе? Это Хантамансиск, да? Хантамансиск, ну, Газпром, считай, да. То есть, Газпром может себе позволить иметь определенный, скажем так, карманный кинофестиваль. Да. Ну, в основном они проводятся у нас в стране, в основном за счет регионов, в основе своей. Тот же взять Сахалин, там большая поддержка от губернатора Сахалинской области. Владивосток. Владивосток, да. Сейчас на Чугутке появился второй год проводился. Давайте застречек, который поднял этот вопрос. Ваше такое видение в этом направлении? Пока не касаемся сети, пока не касаемся продакшна, только вот по фестивалю. Кинофестивали, сколько они у нас проходили, да, они у нас проходили, это не только красная дорожка была. У нас там была очень хорошая рабочая площадка. Мы проводили деловые встречи, у нас проходил первый в России форум регионального кино у нас проходил. Он был первый в России. Вообще понятие регионального кино появилось в Якутии. Вот на культурном форуме в Санкт-Петербурге, допустим, обсуждали только то, что Якутия является лидером по региональному кино. Вот нигде, ни в одном регионе России больше не снимают своих фильмов, тем более они не прокатываются, не собирают кассы. У нас вот наши же фильмы, допустим, в два раза больше, среднестатистический якутский фильм собирает в два раза больше, чем среднестатистический голливудский фильм, зарубежный то есть фильм. Если у нас какое-то количество зарубежных фильмов крутится в кинотеатрах нашей республики, да, поделить это на количество фильмов, в этом случае получается где-то полтора миллиона рублей собирает каждый средний зарубежный фильм. Каждый средний якутский фильм собирает в два раза больше, три миллиона рублей. Дмитрий, вас не назовешь режиссером, скажем так, коммерческого кино, да, вы больше как раз нацелен на фестиваль, наверное. У вас есть что сравнить? Есть опыт участия в родном якутском кинофестивале, да, и международный кинофестиваль. Крупных. Да, крупных. Давайте вот сравним, как у них, как у нас, стоит ли вообще овчины выделки, по вашему мнению? Нет, ну наш фестиваль-то он, как сказать-то, он хорош и он обязательный. Я-то в 2014 году, по-моему, я впервые попал на фестиваль, я еще не снимал фильмы, то есть я приходил, я учился, я вот впитывал в себя вот этот все дух вот этого кино, и потом я поехал к себе и стал снимать. И это вот, наверное, наш фестиваль, это хорошая школа для наших ребят, для режиссеров наших, они могут видеть, как снимают другие, вот самое главное. Если ты варишься только у себя, то есть если ты не видишь, что делают другие, это плохо, а тебе надо обязательно смотреть, что делают другие. И как это все выглядит в общем формате. А по сравнению с тем же Пусаном, да, уровень проведения нашего фестиваля, он каков? Не, ну Пусан-то это, конечно, уровень. Дима, там бюджет... Нет, пока не будем говорить, давайте... Очень страшно, там, опять же, не государственный бюджет. Для меня лично, да, я участвую на больших фестивалях и на маленьких фестивалях, для меня удобнее и как-то приятнее участвовать именно на фестивалях таких региональных, ну не то что региональных, а на небольших. Потому что там есть особая атмосфера, там действительно общаешься, там живые люди приходят, а на больших фестивалях там очень все официально, строго и как-то... Как-то закрыто все. Да, то есть там нет от этого общения друг с другом. Поэтому, конечно, наш фестиваль, он обязательно. Я очень жду то, что он будет проводиться в следующем году. Ставим тогда жирную галочку, да, март 2019 года, проведение очередного якутского международного кинофестиваля. Хорошо, закрываем тему, да, фестиваля. То есть, все-таки, вот как Петр говорил, может быть... Да. Насчет того, что вот, как сказал, альтернатива, да, просто у нас были договоренности. Мы же не знали, что кинофестиваль в этом году не состоится. И вот у нас в эти же даты, практически 6 по 9 сентября, пройдут международные дни документального кино. На волне успеха вот фильмов таких, как «24 снега», «Генезис 2.0», вот, да, вот документалистика сейчас как-то, ну, активна, да. И мне кажется, что нужно развивать и это направление в кино, в республике. Тем более у нас вообще какая уникальная культура, традиции, этнография, природа, ну, абсолютно все есть для этого. То есть, в усеченном варианте все-таки фестиваль состоится? Ну, это не фестиваль-конкурс, это фестиваль-смотр. Мы покажем лучшие фильмы международного фестиваля «Докер», это достаточно известный фестиваль в Москве. Приедет Ирина Шаталова, директор этого кинофестиваля. И покажем несколько фильмов «Гёте-института». Также приедет директор культурных программ «Астрид Веге». Ну, по крайней мере, тем кинематографистам нашим, якутским, которые планируют или уже снимают документальное кино, вот это событие будет интересным. Да, я думаю, это будет очень полезно, потому что это и фильмы посмотрят, и пообщаются, приедет немецкий оператор, российский режиссер приедет в документалистики. И, мне кажется, такое мини-мини событие и для кинематографистов, и для зрителей мы сделаем. Перекатываемся ко второму вопросу. Второй вопрос, который поднимал, опять же, застрельщик, это сеть. На самом деле, Петр, будучи с тобой в очень хороших дружеских отношениях, я знаю, что нашу модель кинофикации в регионах экспортируют, ну, это же хороший опыт тоже, вновь приобретенный регион России, это Крым. Ну, не то, что они уже его себе хотят приобрести, но, по крайней мере, они смотрят, каким образом у нас крутится наше якутское кино. Мы, помимо открытия вот этих вот крупных кинотеатров цифрового формата, да, работаем и с малыми населенными пунктами. Это села, где вообще 200 человек живет, там 300 человек живет, да, там невозможно открыть кинотеатры, вообще невозможно. Поэтому там существуют те же дома культур, в которых можно показывать кино, можно якутское кино, по крайней мере, показывать, на него ходят. Мы вот, допустим, в последний раз, в последний фильм показывали Степана Бурнашова про зомби, да, и мы его показали в 30 населенных пунктах. Там самый маленький населенный пункт был, там 200 человек проживающих, и туда сходило, по-моему, из этих 200 человек 100 с лишним человек, 100 с лишним зрителей. То есть, большая половина населения сходило. Но фильм, опять же, был не для всех. У него и возрастное ограничение было, и фильм про зомби, явно туда не пошли бабушки и дедушки, скорее всего. Вот так. Вот. Если бы такой семейный фильм показывать во всех населенных пунктах нашей республики, то, в принципе, посещаемость выросла бы намного. Который, кстати, выходит скоро. Да. Ты всегда говорил, что кинофикация – это вопрос не только из области культуры, да, это из области еще и социальной политики, да? Ну да. Давай немножко еще вот черточку подведем. Самое главное, да, то, что все считают, что кинофикация, вообще кинотеатр – это большой бизнес. В маленьких населенных пунктах это абсолютно не так. Это явление очень социальное, потому что вот содержать один кинотеатр – это очень затратное дело. Вот у нас в том же Вилюйске, да, полтора миллиона рублей уходит только на отопление ежегодно. Плюс нужно содержать Большой Штат, там 12 человек работает и так далее. А сборов составляет примерно 500 тысяч рублей в месяц, из которых половина уходит правообладателям фильмов. Итого на 250 тысяч в месяц содержать огромное здание кинотеатра просто невозможно. Тут без поддержки муниципалитетов и так далее делать нечего. Но, тем не менее, вот как бы оно невыгодным не было, да, кинотеатры очень нужны, потому что население ждет. Мы когда открываем кинотеатр в каком-нибудь населенном пункте, где никогда не показывалось кино, ну, в советское время, да, там абсолютно счастливые дети сидят, там старики довольные, то, что с давным-давно забытые, что-то вспоминают там и так далее. И очень-очень хорошее воспитательное такое свойство имеют эти кинотеатры, да, для детей, для подрастающего поколения, потому что как только мы открываем кинотеатр в селе где-нибудь, первое время у нас там двери сносят, кресло ломают, все мусорят, дети ходят во время сеансов, там что-то балуются и так далее, да, со временем они начинают хорошо ходить. То есть воспитывается элементарная культура поведения общественных местах. Вот эти дети никогда никуда не ходили, понимаете? И вот первый раз придя в кино, они не знают, что делать. Они думают, что нужно бегать, там спокойно общаться, разговаривать. И вот постепенно начинают втягиваться в то, что, ну, как-то более культурно относиться и так далее. Чем-то другим привлечь еще более культурные какие-то мероприятия современную молодежь невозможно, наверное. Если только не в кино. Куда? В театр молодежь не ходит. Ну, очень редко. В селах. В селах вообще ничего не делают. К нам постоянно обращаются, вот, допустим, руководители, либо муниципалитетов, либо там руководители домов культуры. Они говорят, дайте нам кино, пожалуйста, потому что нам надоело друг на друга смотреть, как соседи эти выступают. Там тысяча человек в населенном пункте живет, и у них есть какой-то театр свой, да, народный. И там вот соседка какая-нибудь, баба Маша, там переодевается каждый раз и выступает в какой-то роли. И говорят, дайте нам кино. Кино это все время меняющееся какие-то, ну, какой-то такой событий. Ну, это целое событие, которое можно обсуждать потом, да. То есть, вообще вот мы с Петром ездили по населенным пунктам, тоже когда вот открывали кинозалы, и однажды один житель вот сказал, что, ну, просто мы беседовали, вот, нужно ли вам кинопоказ, для чего это. И он сказал такую вещь, что кинопоказы, они дают ощущение единства. О том, что, ну, вот, люди, они находятся в социуме, что они не просто вот как бы отдельно. Вот у нас проблема же атомизация общества, да, то есть люди живут отдельно, они настроены агрессивно друг против друга, и социальные сети этому способствуют, да, интернет этому способствует, на самом деле. Кино, оно дает ощущение единства, что мы находимся в едином обществе, что у нас единые ценности, единые идеалы, и вот те фильмы, которые наши местные производители производят, они на самом деле продолжают советские традиции, они внушают какое-то вот вечное, да, то, о чем можно... Вот это вот, вот это вот, да? Да, да, то, что нужно сеять, да. Доброе и вечное. С одной оговоркой, если это происходит, просмотр происходит в хорошо оснащенном современном зале, с хорошими звуками, картинами, а это хлопотное дело. Насчет модели я объясню, да, следующее. Вот почему бизнес до сих пор не открыл везде кинотеатры, если все считают, что это прибыльный бизнес, кинопоказы? Во-первых, потому что многие не знают законов, каким образом вообще кинотеатры могут работать и так далее, да. Многие считают, что купить там DVD-диск какой-то лицензионный, да, и его можно показывать, так как это лицензионный. Ну, на самом деле это не так. Если ты кинопоказчик, ты должен в первую очередь иметь... Билетное? Нет. Прокатное удостоверение. Прокатное удостоверение фильм должен быть, ты должен иметь договор с правообладателем фильма, иначе ты нарушишь права чьи-то, да. И обязательно ты должен быть зарегистрирован в ЕАИС и отправлять отчеты и так далее. Это очень хлопотное дело, но у нас в каждой практически деревне есть какие-то пираты. И с этим пиратством на самом деле нужно бороться. У нас даже наши же якутские фильмы очень часто пиратят. Были такие случаи, когда фильм просто-напросто утекал в социальные сети. В те же контакты, допустим, фильм детсадовцев как-то уходил, и фильм проваливался полностью. Как Айола тоже. Да, да, да. Это очень частое явление, и с этим нужно постоянно бороться. А вот наша модель, наша модель вот этого проката, мы смогли сделать систему защиты от копирования, да, и сделали свою очень немаловажную штуку, это билетная система, которую мы предоставляем бесплатно каждому учреждению культуры, которая может, хочет показывать кино, да, потому что билетка стоит где-то 500 тысяч рублей, если ты приобретаешь там где-то российскую, российскую... И вот эта система для малых населенных пунктов, она единственная, это единственная наработка на всю Россию. Мы его предоставляем, они уже на законных правах показывают кино. И фильмы мы в защищенном файле, формате даем, и этот файл невозможно на каком-то другом компьютере открыть и так далее. Оператах, защите контента и вообще договорных отношений к производителям кино, мы поговорим сразу после рекламной паузы, которая неизбежна, не только начали, вот публика раскочегарилась, разошлись, раздухарились, и тут же реклама. Увидимся сразу после. Мы завершили первую часть нашего разговора блоком о киносети, которая, ну, в принципе, скажем так, ту-ту-ту, конечно, три раза, да, но более-менее удачно развивается в нашей республике. Но сеть – это штука такая, ее нужно постоянно наполнять определенным контентом, среди которых, поскольку у нас республиканская модель, очень немаловажное место занимают как раз республиканские местные якутские фильмы. А вот с этим у нас немножко в этом году приключился легкий кризис. Если в позапрошлом году выходило 10 фильмов, в прошлом году – 8, позапрошлом – 12, которые собрали 20 миллионов, в прошлом году – 10 фильмов, которые собрали уже 30 миллионов, потому что и сеть развилась, и качество фильмов улучшилось. А в этом году у нас пошел очень сильный спад, пока только 3 или 4 фильма вышли, 4 фильма, да? И до конца года, не знаю, мы 7 увидим, не увидим, все не факт. Сейчас якутская любви уходит. Фактически два раза урезалось количество фильмов, которые выйдут на широкий экран. Дмитрий, вы как, еще раз, пусть фестивальная, пусть это не коммерческая и так далее, это отдельное направление, но вы производитель кино. Давайте вот взгляд изнутри, почему это так происходит, и почему вот уменьшилось количество фильмов за себя и за своих коллег. Ну, основная проблема, потому что нет средств просто снимать фильмы. Потому что, если раньше, там, лет 10-15 назад могли взять камеру в руки, писать звук прямо на камеру, ходить, Сейчас уже так не пойдет, сейчас зритель уже привык смотреть хорошее якутское кино, чтобы это было кино с хорошей картинкой, хорошим звуком, а это стоит денег. А у тех, кто снимает фильмы, у них нет денег таких. Поэтому кто-то ищет, кто-то находит, кто-то вкладывает свои средства, Но их становится меньше и меньше. Поэтому это, конечно, проблема в том плане, что, наверное, в следующем году мы увидим еще меньше фильмов. То есть это будет... Да вы, батенька, пессимист. Я реалист, я вижу ситуацию, что происходит. Я знаю, кто сейчас снимает фильмы, какие проекты сейчас в производстве находятся. Ну, их мало. То есть если, действительно, если раньше там было... 10-15 лет назад. Нет, если даже 3-4-5 лет назад, там у нас было параллельно 2-3 проекта шло. Сейчас у нас даже больше 4-5 проектов. Можно ли сказать, что якутские киношники, они выдохлись? Нет, конечно, нет. Все на подъеме, все нормально, тенденция сохраняется. Наоборот, я думаю, что... Тупо нет бабла? Я думаю, что, наоборот, наши специалисты выросли до определенного уровня. Им... Ну да, сейчас уже зайдешь, его никто не снимает. Уровень республиканского им, оказывается, уже мало. То есть нам надо обязательно выходить уже за рамки республики. То есть участвовать в российских проектах, чтобы наши операторы ездили, участвовали там в других проектах. Но, к сожалению, мы пока не можем этого делать. Я не могу не затронуть вот одно ваше обращение, да? Которое, ну, скажем, в начале лета было во всех СМИ. Насчет денег? Да. Ну, я считаю так, что если я... Ну, есть кинокомпания, есть штатные режиссеры. Если я считаю себя независимым режиссером, значит, мне, в принципе, я сам захотел снимать фильм, значит, я сам обязан себя выручать, грубо говоря, да? Поэтому это моя проблема. Если я хочу снимать свой фильм, то есть я должен искать любые там возможности, источники, чтобы снять кино. Ну, конечно, есть огромное желание, есть какая-то, может быть, обида, то, что это... Все говорят, что есть феномен икутского кино, оно на самом деле... Оно основывается только на энтузиазме. Да. Да. Это ваше мнение? Вы говорите, что реальной поддержки нет? Или нет? Сейчас? Или так не считаете? Нет. Сейчас я уже так не считаю, потому что... Отлично. Ну, реальной поддержки действительно нет. Дима, можно помочь, Дмитрий? Конечно, давайте. На самом деле, ну, сейчас вот в целом есть определенные экономические сложности, и дело в том, что кинопроизводители, они все ищут источники из разных, скажем, возможностей. Они договариваются с спонсорами, они свои средства закладывают, они участвуют в конкурсе на получение нашей государственной субсидии, в федеральном конкурсе, да, и у всех, конечно, разные объемы по финансированию, и в связи с тем, что есть определенные экономические сложности, по некоторым направлениям есть сложности, в том числе, допустим, спонсоры менее активно участвуют, меньше у них возможностей. Вот сейчас, допустим, банк ТАТА есть сложности, там очень много было предпринимателей, которые в том числе оказывали там спонсорскую помощь, допустим, нашим вот кинопроизводителям. То есть общая ситуация, она складывается на том, вот каким образом на финансирование своих проектов могут найти производители. Войслав, но все-таки я считаю, что основным спонсором якутского кино является государство. Поскольку без базы Сахафильма... Субсидия, она незначительная. Нет, я имею в виду, вот... А Сахафильм, он оказывает поддержку, он так и поддерживает. Да, Дмитрий, если, допустим, делает смену своего будущего фильма, он, допустим, ставит пунктик аренда, допустим, крана, оборудование, камеры, там, сведение определенных... Свет, звук. Свет, звук и так далее, и так далее. Все равно, но это же Сахафильмам предоставляется для... Это предоставляется. Ну, если есть какие-то сложности взаимодействия с Сахафильмом, допустим, кинопроизводители могут к нам обратиться, тем, чтобы мы тоже посмотрели, потому что там тоже, опять же, очередность на то или иное оборудование, да, там есть технические моменты. А вы пользовались этим моментом, потому что обращались в Сахафильм? Сегодня утром я ходил в Сахафильм и писал заявку на представление оборудования, вот буквально сегодня. Ну, и надеюсь, что это положительно будет рассмотреть? Я, да, потому что у меня съемки будут в сентябре, поэтому очень рассчитываю, что... Сейчас очень напряженный период, все снимают, и, конечно, вот очередность... Так я не пойму, и то четыре фильма выходят, и то все снимают, так сколько мы фильмов? Но это единственный период, когда снимают, потому что потом, в остальное время уже, ну, когда меньше... То есть у нас вот этот август месяц... Просто мы знаем, сколько выйдет в течение года. Мы же знаем, что какой процесс снимает. И сейчас, допустим, Сахафильм снимает два проекта. Там Тагандархан, да, и на севере вот снимают фильм. Вот, и так же отдельно снимают частное, это там... Виктор Лифу заканчивает свой фильм. Там Бросев Алексей. Вместе с детсадом, да, они вот снимают. И сейчас буквально... Ну, и, соответственно, они все равно, допустим, свет какие-то эти, они же все одалживают, и получается, что там... Это один и тот же комплект оборудования. Получается, что как бы становится каждый там в очередь. То есть вот это оборудование, которое я хочу получить, она сейчас находится в другом проекте, в Тикси, да, на севере. Потом она перейдет в следующий проект, и через месяц она придет. По-хорошему должно быть несколько там, два-три комплекта оборудования. Света, звука, там, камер, там, и так далее. Чтобы можно было параллельно несколько проектов реализовывать. Тогда нужно где-то изыскать средства и приобрести вот это. Ну да, на укрепление. На укрепление, скажем, на расширение базы, да? Того же, скажем, той же компании-производителя, которым, ну, абсолютно, вот Дмитрий Независимый производитель, да, или коллектив Клисаха Фирма, то есть те творческие работники, которые находятся в штате у них, они же все на одинаковых, скажем так, основаниях могут пользоваться. По идее. И это и есть основная поддержка, на самом деле. Ну, в какой-то... Все равно есть и другого рода расходы. И в любом случае привлекаются разные средства. Даже вот Дмитрий Кардит брал. Конечно, мы понимаем, что, ну, вот, у производителей, как бы, никто не хочет себе в убыток работать. И нужно понимать, что это не он один, да, он нанимает целую команду профессионалов. Они теряют свое время. И им тоже нужно кормить семьи, ну, грубо говоря. Гонорар, ГСМ. Человек, который считает деньги, да, умеет считать деньги, он, являясь руководителем, то есть он идет по пути телеканалов. Есть же телеканалы всякие, они вкладываются в определенный продукт, в контент, да, который может отбиться, принести. То есть вы вложились, допустим, в долгострой якутского фильма, да, якутской кинематографии. Ну да, вот мы сейчас вот профинансировали Чарин, начали финансирование его, да, чтобы его закончить, и потом уже постараемся эти расходы все-таки отбить. То есть мы хотим показать вот эту вот финансовую модель, которая может работать независимо от бюджета, да. Поэтому где-то вот эти вот грани мы найдем, и думаю, что в ближайшее время это продемонстрируем. То есть Чарин должен собрать определенную кассу, которую мы вложили в этот фильм, грубо говоря. И вы их у творцов отберете просто, да? Ну, скажем, вернете свои затраты. Ну, постараемся вернуть, конечно. Ну, там были затрачены и финансы из других источников, поэтому и их нужно как-то восстановить, да. А без проката восстановить просто-напросто невозможно будет. Поэтому мы стараемся сейчас улучшить прокат, потом будем работать над тем, чтобы фильм все-таки вышел в хорошее время там, и так далее. Вот все эти механизмы, если учесть, то в принципе можно получить продукт, который может быть успешным финансовым. Насчет успешности, окупаемости и так далее. Назовите мне, пожалуйста, самый успешный якутский проект. Хотя я знаю, но просто назовите. По окупаемости или по успешности фестиваля? По окупаемости. По окупаемости карел. Я думаю, да, это 10,5 миллионов он собрал. Затраты не такие больше. Я думаю, там сколько, 2,5 миллиона. 2,5 миллиона. Да, 2,5 миллиона, по-моему. Но, тем не менее, из этих 10,5 миллионов у кинотеатров осталось половина, половина получил производитель. Ну, то есть он в 2 раза окупился. Что касается других фильмов, там точных данных нет, потому что не было ни ЕАИСа точных учета точного, сколько собирают те или иные фильмы. Вот, допустим, наверное, очень кассовые были вот те же кассики в свое время. Но в то время не было ни ЕАИСа, ничего там, никто не считал. Да, и киносети тоже не было. Киносеть появилась 5 лет назад. Вот, первый кинотеатр мы открыли 5 лет назад, и до конца этого года мы уже откроем 20-й кинотеатр. В Градийске они доход получали только в Якутске, когда эти фильмы выходили. Ну да. А сейчас республиканская киносеть. Насчет того, тут немножко свободного времени, вроде все вопросы закрыли. Нужен ли Якутску еще один современный кинозал? Якутску? Якутск. Столица? Не знаю, один возможно, но я думаю, что в принципе Якутск очень хорошо сношен кинотеатрами. Есть вообще даже требования по кинофикации. То есть на каждые 15 тысяч, по-моему, там, населения должен быть один кинозал. В Якутске там не хватало одного-двух. И все. В принципе, Якутск считается кинофицированным. Кинотеатр? У нас 11 районов, жители 11 районов до сих пор не имеют кинотеатров. Они не знают, что такое ходить в кино. Никогда, вот дети никогда в жизни не ходили в кино, если они в Якутске только не были. А рекламу хороших блокбастеров, там, фильмов смотрят каждый день по телевидению. Это, я думаю, что очень ущемленные люди, на самом деле. Вернемся еще к вашим словам. Вы говорили, что все считают, что кино это очень хороший бизнес. Но почему тогда закрылся Покровск? Почему закрылось свое время май? Покровск еще не закрылся. Покровск не закрылся. Не закрывался. В Бестях закрылся. В Чуропче кинотеатр закрывался. Приостанавливал свою деятельность. Мы ее восстановили. Потому что, как бизнес-модель, это абсолютно нерентабельная вещь. Вообще, большие кинотеатры рентабельными получаются в населенных пунктах, где проживает более 50 тысяч человек. В среднем, в России так считается. В Якутии, так как ходит в два раза больше, можно считать где-то 25 тысяч человек. И поэтому, в тех населенных пунктах, где 10 тысяч, там, 5 тысяч человек, это вообще крайне невыгодный бизнес, на самом деле. Потому что дорогущее оборудование, которое нужно содержать, ремонт одной поломки, там, может обходиться в миллионы рублей. И как его восстанавливать? Нет, мне кажется, они закрылись, потому что они не были в составе ЕРК, они были в частные, а очень сложно договориться с дистрибьюторами, не всем дают фильмы. Мы смогли, да, централизовать все это дело, и у нас, в принципе, вот эта модель как-то начала работать. А на самом деле курсность я вижу в том, что, к примеру, Дмитрий или другие производители, тот же Михаил Лукачевский, тот же Виктор Лифу и так далее, они, когда заключают договор с прокатом здесь, ЕРК, допустим, они выходят на один уровень с большими дистрибьюторами, то есть вот эти дистрибьюторские компании, которые представляют Голливуд. То есть вы играете в одном пуле по одним и тем же правилам, фактически. И, в принципе, вот наши кинопроизводители, они, получается, вопрос по импортозамещению в территории нашей республики, они выполнили. Закрывают полностью. Они полностью закрыли, то есть ту задачу, которую ставит перед собой российское кино, они выполнили. И вот наша задача, как бы, сделать так, чтобы вся республика понимала о том, что у нас есть такие достижения, недропользователи, да, простые жители, которые просто приходят в кинотеатр и голосуют своим билетом, чтобы они понимали, что нам нужно свою кино, которую мы будем смотреть. Кстати, в защиту местных производителей я скажу, что из того спектра российского производства, да, фильмов российского производства, ну, якутские же кино тоже российское производство. Зрители больше ходят, а все остальное-то они считают, ну, мягко говоря, второстепенной какой-то. То есть не секрет, что есть халтура как таковая вообще. То есть, чтобы закрывать планы, большие кинокомпании, они выпускают хорошие фильмы. Ну, мы все знаем, что это на российском уровне, да, это и «Движение вверх», и другие фильмы. И, мягко говоря, халтурит. Вот можно, в принципе, отказаться вот от той вторичной кинопродукции в пользу местным. Но она навязывается, да, вот есть правила игры. Есть вообще такие условия, когда приходится некоторые фильмы, в принципе, брать. Вот те же кинотеатры, которые поддерживаются фондом кино, у нас там 50% российского кино должно быть. А мы это дело закрываем в основном якутскими фильмами, стараемся, да. Но якутских фильмов все меньше, и приходится брать и такие второстепенные фильмы и так далее. Ну, что делать-то? Зато мы смогли открыть кинотеатр в этом населенной панте. Ну, как-то так. То есть, за ту сладкую фишку приходится... Да, 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 приходится платить какие-то такие вещи. Но, я так думаю, что и уровень российских производителей, ну, потянется. Да, он растет, да, он растет. Халтурит в конечном. Несомненно, очень хорошие российские фильмы начали появляться, которые больше ходят, чем на какие-то зарубежные. Последние какие-то зарубежные фильмы намного меньше посещаемы, чем и якутские, и российские. Опять же, нужно найти вот то, что нужно зрителю, да, то, что необходимо сейчас. Вот фильмы, почему спортивные тематики сейчас популярны? Ну, это тоже патриотизм, да, это направленность такая на советскую ностальгию, может быть, где-то, да. И вот Кирилл, допустим, тоже, он достаточно простой по сюжету, и можно даже сказать, ну, как бы, ну, обычно такая, как бы, мелодрама, да. Но, значит, это необходимо нашему зрителю, значит, он этого ждет. Этого не хватало, у нас этого жанра, допустим, не было. И все-таки в завершение нашей программы, да, резюмируя всю нашу беседу, я бы хотел, цитируя классиков марксизма и ленинизма, да, важнейшим из всех искусств в настоящее время для нас является кино. И не признавать это, ну, было бы согрешить против истины. И в целом, вот, мы приглашали сегодня, ну, многих, да, Алексей Амбросев занят на производстве фильма, а Виктор Лифу просто не смог, да, уделить время, опять же, в сжатом съемочном графике, да. И хорошо, что нашелся Дмитрий Давыдов, который стоит в очереди в сентябре на производстве своего фильма. Кстати, как он будет называться, или это пока? Это пока секрет. Ну, а по жанру хотя бы что это будет? Жанр драма. Полный метр, да? Ну, пожелаем, скажем так, успехов вашему будущему проекту. Всем якутским проектам, которые выпустятся в этом году, и навстречу Дню российского кино, вот мы показываем то, что региональное кино, которое является частью российского кино, оно может быть востребовано коммерчески успешным, ну, и очень высокого художественного качества, ради которого устраивают целые кинофестивали и всем подобное. Увидимся ровно через неделю в программе «Один из нас». КОНЕЦ АРОВНОЕ КОНЕЦАННЫЙ ФИЛЬМА